Итак, мы продолжаем изучать Шимад Бхагаватам. Пятую песнь, главу, главу, 22-ю орбиты планет. И сегодня мы прочитаем с 13 по 17 тексты. Я, наверное, тогда прочитаю все тексты и потом комментарии. Это проза, поэтому здесь нараспев это практически тяжело пропеть. Перевод стиха. О Меркурии говорится, что он так же, как и Венера, иногда движется за Солнцем, иногда впереди него, иногда рядом с ним. Он расположен на 200 тысяч йоджин выше Венеры и на 900 тысяч йоджин выше Земли. Меркурий – сын Луны, и его влияние, как правило, благотворно для обитателей Вселенной. Однако, если он движется не рядом с Солнцем, а впереди или позади него, это предвещает циклоны, засухи, пыльные бури и появление безводных облаков. Так, вызывая засухи или непогоду, Меркурий внушает людям страх перед силами природы. Следующий текст. На 200 тысяч йоджин выше Меркурия и на миллион 100 тысяч йоджин выше Земли расположен Марс. Когда он движется не вспять, то проходит через каждый знак зодиака за три половины лунного месяца. Так, один за другим Марс проходит через все 12 знаков зодиака. Влияние этой планеты почти всегда неблагоприятно. Он вызывает засухи и прочие беды. На 200 тысяч йоджин выше Марса и на миллион 300 тысяч йоджин выше Земли находится планета Юпитер, который проходит через один знак зодиака за время равное одной паривацари. Если Юпитер движется не вспять, его влияние очень благотворно для всех браманов во Вселенной. На 200 тысяч йоджин выше Юпитера и на полтора миллиона йоджин выше Земли расположена планета Сатурн, которая проходит один знак зодиака за 30 месяцев, а весь зодиакальный круг за 30 анувацар. Эта зловещая планета и ее влияние всегда очень неблагоприятно сказывается на жизни во Вселенной. И последний текст. На высоте миллион 100 тысяч йоджина Сатурна или двух миллионов 600 тысяч йоджин от Земли находится семь звезд, где обитают семь великих безгрешных мудрецов, которые неустанно пекутся о благополучии всех обитателей Вселенной. Эти семь звезд вращаются вокруг полярной звезды, обители Господа Вишну, которая еще называется Друвалока. Комментарии. Шилл Пропады. Шилл Мадавачаря приводит следующую цитату из Брамананда Пураны. Господь Вишну, источник всего знания и духовного блаженства, приняв облик Шишумары, пребывает в райской обители, что находится в высшей части Вселенной. Лишь благодаря покровительству этой планетной системы Шишумары существует Солнце и все остальные планеты Вселенной. Так заканчивается комментарий Бактюданта к 22 главе пятой песни Шамадбагаватам, которая называется «Орбиты планет». Спасибо за просмотр! 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 Ваше видео! Вес мировой секрет! Вся Вселенная крутится вокруг Земли! Вся Вселенная крутится вокруг Земли! Вокруг мира! И, на первый взгляд, надо понять, почему это, в принципе, описывается Шамад Багаватом. В начале вот этой 22 главы, когда Парикшит задает вопрос Шукадеве Гасуэме, на первый взгляд кажется, что это никак не связано с Богом. Мы знаем, что Шамад Багаватом — это Амала Пурана, и, по идее, все, что здесь описано, оно должно помогать нам влюбиться в Бога сильнее. И мы читаем вот эти описания орбит планеты, не совсем понятно, как это нас может приблизить к Богу, да? Иногда нужно поразмышлять над этими главами, которые описывают космологию, чтобы понять, а как это в моей жизни мне может помочь приблизиться к Кришне. На самом деле, Шукадеву Гасуэме в начале этой главы, когда он отвечает на вопрос Махараджа Парикшита, он сразу отвечает, что все это так или иначе связано с Богом. И он говорит, что источником всего этого мироздания, всех этих планет является Господь, верховная Личность Бога. И что он сам в образе Солнца, он исходит сюда, чтобы облагодетельствовать обитателей всех планет, очистить их кармическую деятельность. Ну, то есть, так или иначе, Махараджа Парикшит, точнее, Шукадеву Гасуэме, он все связывает с Богом. И мы должны также научиться этому, как всю нашу жизнь связывает с Богом. Мы здесь прочитали про эти планеты, да, которые каждая находится на определенной высоте. И, как правило, люди, которые соприкасаются с астрологией, они воспринимают эти планеты как нечто безличное. Но, на самом деле, каждая планета является личностью. Конкретным полубогом. И этот полубог, он отвечает просто за проявление определенной кармы в этом мире. И, как мы прочитали в этих стихах, практически, ну, большинство планет, они, так или иначе, влияют не очень позитивно на живых существ. Допустим, мы начали сегодня с Меркурия. Да, да, говорится, что Меркурий, он, несмотря на то, что он сын Луны, его влияние, ну, его влияние, как правило, благотворно, да, но вот сейчас идет, допустим, негативный период Меркурия. В стихе говорится, что его негативное влияние выражается в том, что он вызывает засуху и непогоду. И буквально несколько недель назад начался неблагоприятный период Меркурия, и вот весь юг России сейчас он в очень сильной засухе находится. Да, сегодня произошло на Дальнем Востоке извержение какого-то вулкана. Это все вот влияние Меркурия неблагоприятное. И так далее, какую бы мы планету ни взяли, есть какое-то позитивное влияние, есть какое-то негативное влияние планеты. Это называется адхибхаотика, адхидаевика клеша, адхидаевика. Аддаева это значит божественное, и адхидаева это значит то, что вот причиняет беспокойство от этих божественных сил, от полубогов. И так или иначе, какую бы жизнь мы ни проживали, мы можем быть очень бедным, очень богатым человеком, без разницы. Каждый человек, он подвержен влиянию в той или иной степени, негативными влияниями или позитивным влиянием этих планет. Да, и сами, даже полубоги, которые являются воплощением вот этих планет, они сами также подвержены какому-то благоприятному влиянию, какому-то неблагоприятному влиянию. Мы знаем, наверное, самый яркий пример это история с Раваной, который захватил всю вселенную в свое время. И он из этих полубогов сделал себе лестницу на трон, по которой он постоянно поднимался, вступая на их головы. Поэтому даже у этих полубогов есть какие-то серьезные проблемы, бывают периодически. Другими словами, находясь в этом материальном мире, мы никогда не решим свои проблемы полностью. Да, люди, которые изучают астрологию, допустим, в Индии, они совершают разные проясчиты, так называемые. То есть они воспевают мантры каким-то конкретным полубогам, олицетворяющим планеты. Чтобы уменьшить ее негативное влияние. Они, например, сидят и говорят, ом, рахаве, намаха. Чтобы уменьшить негативное влияние раху. Если вы были в Индии, вы могли заметить, как многие индусы, они носят на разных пальцах кольца с разными драгоценными или полудрагоценными камнями. Очень часто можно увидеть на указательном пальце людей какой-нибудь красный коралл, который уменьшает негативное влияние Марса. Те, кто побогаче, они, чтобы нейтрализовать негативное влияние других планет, там ставят какие-нибудь бриллианты или желтые цафиры. Так или иначе, люди пытаются как-то изменить свою неблагоприятную карму. И, возможно, это действительно кому-то помогает. Но это помогает не глобально. Это по-настоящему не решает проблему рождения старости, болезни и смерти. Поэтому веды часто называют эту практику, проищите, как украшение мертвеца. Потому что невозможно все равно глобально ничего решить, ты все равно умрешь. Поэтому единственное, кто может по-настоящему избавить человека от кармы, это сам Бог. Поэтому веды, ну, в частности, они предлагают нам, в принципе, подняться над позитивной и негативной кармой. И встать на путь Бхакти. Потому что, ну, опять же, веды часто говорят о том, что Ишимат Бхагаватам говорит, что только благодаря Бхакти человек может преодолеть весь этот океан материального страдания. То есть нужно предаться не личностям планет, полубогам, а предаться личности Бога, верховной личности Бога. И об этом говорит Кришна в Бхагаватгите? Да, мы сейчас говорит Кришна сам Бог с Бхагаватгиташ. Он говорит, что да, есть категория людей, которые занимаются кармакандой, и они поклоняются различным полубогам, то есть планетам. И сам Бог с Ромки, ари садами, так а те бурьярум любит кармаканди, так и андакаввилитай тапаневген, сфатасванахевар мертвец. Они так или иначе как-то хотят улучшить свою карму или подняться на райские планеты. Но Кришна называет таких людей Алпа-Медасах. Это значит, что эти люди, они не очень разумны. Потому что вместо того, чтобы обратиться напрямую к Богу, они обращаются к его представителю, представителям. И обращаясь к полубогам, зачастую они даже не могут это правильно сделать квалифицированно. И этот путь к Армаканды, он очень сложный. Нужно иметь очень высокую квалификацию в проведении разных жертвоприношений, чтобы по-настоящему обратиться к полубогам. Поэтому, в частности, Шримад Багаватам, он несколько раз описывает какие-то ошибки, которые происходили во время таких подобных ягий, жертвоприношений. И, в принципе, ошибок, в таком подходе их жизни в Кармаканде. Самые яркие примеры, это, наверное, Цаин Рига, который описан в 10-й песне, когда он делал все с точки зрения Кармаканды очень правильно. И, в конце концов, так произошло, что он по незнанию подарил одну и ту же корову двум разным браманам. Сначала он подарил эту корову одному брахману, потом эта корова вернулась обратно в стадо, и он подарил ее другому браману. Так или иначе, браманы, они были недовольны, потому что каждый хотел эту корову, и они прокляли его. То есть, так много усилий, в конце концов, были обнулены какой-то незначительной ошибкой. В конце концов, когда он попал к Имараджу, Имарадж сказал ему, «Тебя так много благочестия, ты можешь, в принципе, вечно находиться в раю, но есть вот этот один грех, и ты должен за него отстрадать». И царю Нариге пришлось сначала отстрадать в теле ящерицы, да, который в этом теле находился на дне колодца во дворе Нанды Махараджа. Ну, и в конце концов, Господь его освободил, помог ему. И эта лила, она описывает как раз вот эту вот чрезмерную привязанность вот к этим ритуалам Кармаканды. Каким бы ты не был могущественным человеком, ты так или иначе, скорее всего, совершишь какие-то ошибки. Поэтому Кришна в Бхагалдгите натвергает этот путь. Он говорит, что не очень разумно поклоняться полу-бхагам и что-то от них просить. И лучше обратиться ко мне напрямую. И уже в Шримад Бхагаватам, Шукадеву Госвами, он произносит очень известный текст по этому поводу. Да, он говорит, Он говорит, что, каким бы не был человеком, исполнен ли он материальных желаний или свободен от них? Или он вообще стремится к освобождению? Такой человек в любом случае должен поклоняться только Верховной Личности Бога. То есть, здесь говорится о том, что даже если у вас есть материальные желания, Они у нас так или иначе у всех есть. В той или иной степени, да, они есть у нас у всех. Такой человек все равно должен поклоняться Господу Кришне. И Кришна, он, в принципе, может исполнить желания наши. Да, но если у нас появляется вера в эту практику, то он исполняет наши желания таким образом, чтобы мы больше уже этого не хотели. Если у человека нету чистой веры в Бога, да, то тогда Кришна может, в принципе, просто исполнить, но не вмешиваться особо в жизнь человека. Но для более продвинутого, предного Господь, он вмешивается в жизнь такого человека и может, может, да, исполнить, но при этом создать какие-то трудности, чтобы человек понял, что нет смысла особо в этих материальных желаниях. И Кришна в одиннадцатой песне, он говорит, что когда мой чистый предный, он просит у меня, мой предный, он просит у меня каких-то желаний, то я исполняю это так, чтобы у него больше таких желаний не было. Потому что Господь, он хочет, в конце концов, чтобы каждый человек, он был абсолютно счастлив. А счастлив человек может, только если он практикует чистые бхакти, бескорыстные. Мы можем увидеть это на примере Друвы Махараджа. Друв Махараджа, он искал Господа, чтобы исполнить свое материальное желание. Он хотел царство больше, чем у своего деда Брахмы. И когда Господь появился перед ним, очистил его сознание, докоснулся до него, до его головы раковиной. Друвы Махараджа, его чувства очистились, да, и он понял, что на самом деле он хотел осколки битого стекла, да, он сам говорит об этом. То есть его вот это материальное желание, жажда этого большого, большого царства, да, он сравнил это желание с осколками битого стекла. А любовь к Богу, он сравнил с бриллиантом, да? То есть он понял в этот момент, что на самом деле, что тебе даст битое стекло? Ничего, никакого удовлетворения. А вот драгоценный камень, да, он тебя сильнее удовлетворит. Ну, это просто сравнение такое. То есть с другими словами он хотел сказать, что любовь к Богу — это единственное, что нужно для человека. Как, допустим, в христианстве есть известная молитва «Очи наш», да? И там есть такие стройки, когда человек, он просит у Бога хлеба насущного. И вот разные люди, в зависимости от своего уровня сознания, понимают под хлебом разные вещи. Кто-то реально думает, что это хлеб, когда он говорит «Дай мне хлеб насущный». Ну, то есть человек думает, что если у меня будет пища там и кровь над головой, то Господь дай мне это, да, и я тогда буду счастливым. Кто-то более продвинутый думает, что хлеб наш насущный — это здоровье там. На самом деле, самое главное, без чего душа действительно не может, что является хлебом для души — это любовь, это бхакти. Поэтому Господь, Он об этом постоянно подчеркивает, что единственное, что по-настоящему может удовлетворить душу — это чистая бхакти. И с этого вопроса начинается Шаман Бхагава. Мудрецы на Мишаранин задают вопрос сути Гасвами. А что по-настоящему может удовлетворить душу? Что является высшей дармой? Да, Мишаранин задает вопрос сути Гасвами. Иси на Мишаранин задает вопрос сути Гасвами. Сути Гасвами отвечает, что что высшей дармой является бхакти, то та деятельность, которая приводит к чистому бхакти, которая должна быть непрерывной, бескорыстной. Другими словами, каждый из нас, кто идет по этому пути, должен понимать высший принцип, к чему мы стремимся. Мы стремимся к чистому, бескорыстному, преданному служению. Но при этом здесь сейчас у нас могут быть какие-то материальные желания. И очень важно просто, чтобы вот это вот желание служить Богу внутри нас, оно было всегда больше, выше, чем какие-то другие материальные желания. Наличие, само наличие материальных желаний, но не дисквалифицирует нас с пути бхакти. Кришна, он в 11-й песне Шмат Бхагаватам, он говорит о том, что «Мой начинающий предный, конечно, Тхикари, он хочет служить мне, но при этом у него есть материальные желания. Это нормально». И такой человек, он даже может идти на поводу этих материальных желаний, и удовлетворяя их. Но при этом он продолжает с энтузиазмом служить мне. Он продолжает быть счастливым в сознании Кришны. И эти материальные желания, они постепенно отваливаются сами собой. Они отваливаются в зависимости от того, в какой интенсивности человек привязывается к Кришна-катхе. Об этом Сута Гасамик говорит во второй главе первой песни. Он говорит, что когда у человека возникает потребность слушать о Кришне, и это становится постоянным, то Господь, он очищает сердце такого человека от этих материальных желаний. И пока, так или иначе, эти материальные желания есть, нам лучше обращаться к Богу. Потому что к кому нам еще обращаться? Иногда предные спрашивают, а вот если у меня есть какие-то желания, нужно ли мне просить Бога об этом? Он, в принципе, и так, может быть, знает, что у меня какие-то желания есть. Но вот Бога в этом конкретно говорит. Если у тебя есть эти желания, обращайся к Богу. И почему? Потому что это отношения. Если вы обращаетесь к кому-то, о чем-то просите, ну так или иначе, это отношения. Вы можете посмотреть Бхагаватам очень часто какие-то те или иные личности, они обращаются к Господу и что-то просят у Него. Но нужно правильно просить с правильным мотивом. Мы должны, ну как бы, дать понять Господу, что вот, допустим, у меня есть какое-то желание, и оно очень сильно отвлекает меня от практики Бхакти. Поэтому, пожалуйста, сделай с этим что-то. Либо это желание удовлетвори, либо забери его, чтобы оно меня не отвлекало от практики. То есть, вот это наличие этого желания, оно является для нас дополнительной возможностью вступить в отношения с Кришной. Именно поэтому в сознании Кришны нет двойственности, хорошо или плохо. Мы всегда можем от чего-то оттолкнуться и приблизиться к Кришне. Нет у нас материальных желаний о камах, да? Мы просто служим Господу в экстазе. Есть у нас материальные желания, мы обращаемся к Господу, пожалуйста, сделай с этим что-то, да? Потому что меня это отвлекает. Или дай мне возможность эти материальные желания занять служение тебе или твоим преданным. Да, ничего страшного, если ты там хочешь красивый дом или хорошую машину, ты можешь это занять в служении Кришне. Ну, скажем так, ты должен занять, иначе это тебя начнет порабощать. То есть мы пытаемся все связать с Богом, иначе, если мы это не связываем с Кришной, то тогда это становится майя. Да, Кришна говорит в Бхагово о том, что все, что тебе кажется отличным от меня, да, это майя. Да, Кришна говорит в Бхагово о том, что все, что тебе кажется отличным от меня, да, это майя. Вот. Ну, наверное, это все, что я хотел сказать, да? То есть еще раз резюмируя, надо так или иначе всегда все связывать с Богом, обращаться к нему. Нет смысла искать прибежище у каких-то планет, полубогов там и так далее. Азрияров, что Азрияров, что хавш сапари вэдзебут какого-то планета на хавором вот, ну, наверное, как-то так. Ари Кришна. Ари Кришна. Какие-то вопросы? Дарико, шеки твахомарагапс. Не всегда так. Ну, так скажем так, есть как бы главы Бхагаватам, да, или стихи Бхагаватам, которые не всегда может быть так легко на первый взгляд как-то связать с духовной практикой. Вот, например, космология это одна из этих тем. Иногда есть такие главы в Бхагаватам, где просто перечисление каких-то имен бывает, да, и династий. Один раз Господь Махараджа спросили, почему в Бхагаватам содержатся вот эти все перечисления какие-то, зачем они там нужны? Ну, где ты просто целую главу читаешь, как этот царь родил того сына, тот сын родил того и так далее. Да. Да. То есть, как это все связано с Богом? Для самого хорошего, он интересный ответ дал. Он сказал, что вот имена, которые просто как-то перечисляются и на них не останавливается повествование, это создан для того, чтобы показать, что эти люди, скорее всего, были непредными. А жизнь преданных в Бхагаватам, она раскрывается очень подробно и детально. То есть, в принципе, Бхагаватам так или иначе он нас связывает с Кришной. Если не напрямую прославляет Бхакти, то косвенно говорит о том, что если не Бхакти, то ничего ценного в твоей жизни не будет особо. То есть, если Бхагаватам говорит о том, что если не Бхакти, Бхакти они не преданны, они не преданны, как бы их жизнь незначительна, и поэтому ничего не рассматривается. Ну да, Бхакти Бхакти говорил, вот прям такое чувство охватило, что не зря надо сначала все эти главы пройти, а потом только к десятой и понимать, с кем ты делаешь меньше. Спасибо вам большое. Огромное. особенно насчет желаний, которые у нас есть, чтобы попросить Кришну, чтобы он или исполнил, или освободил нас от этих желаний. Это очень здорово. Да. Вдохновило как-то. А то не знаешь, куда делать эти желания, как их построиться. Да. Уже ясно. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Спасибо. И в продолжении вот слов Дай Матаджи, это у меня всегда было. Кришна же все знает, зачем говорить, он там в сердце. И вот вы здорово отметили, кто это для отношений. Да, да. Один раз читания Чандрачаран Прабу он отправлялся в Вриндаун Дхамо. И преданные стали ему говорить, ну вы помолитесь там за нас, помолитесь. И он приехал в Вриндаун, пришел к божеству Маданамахана. И он вспомнил вот эту просьбу помолитесь, помолитесь, и было непонятно о чем молиться. Просто иногда преданные просят, ну помолись. И он стал как-то внутри действительно обращаться к Маданамахану, и он почувствовал такой ответ внутри. Такой ответ получил, что Господь ему как бы сказал, что я могу просто одним звуком своей флейты избавить преданных от любых проблем и страданий, но проблема в том, что они не молятся мне конкретно, не просят меня, не обращаются ко мне. Ну то есть вот это вот он подчеркнул вот важность именно вот этого личного личностного обращения к Господу. Спасибо огромное. Ладно, преданное, спасибо вам большое, всем хорошего дня в сознании, Кришна. Хри Кришна, спасибо большое. Всю лекцию Радхарамамправду, всю лекцию Шила-Профпада слушала, теперь вы появились, никого не было видно в алтарной. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok